Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. В эфире новости Анапы. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Не прошел проверку. Анапские торговые центры закрыли за нарушение правил противопожарной безопасности. Лично я хожу к репетиторам и занимаюсь в школе, дома, самоподготовкой. Главное – настрой. Как подготовиться к единому государственному экзамену правильно и эффективно. Я надеюсь, что эти очистные сооружения также послужат возможности развития поселка Благовещенки. Вывели на чистую воду. Курортная станица Благовещенская капитально отремонтировали очистные сооружения. Цель – это объединение семей, знакомства новые. Будут дружить с семьями. Городской форум молодых семей подарил анапским парам бурю эмоций, яркие впечатления и новые знакомства. Все о предстоящем сезоне. На общегородском планерном совещании говорили о разных аспектах подготовки к массовому приему отдыхающих. Глава НАПы Юрий Поляков поднял вопросы, касающиеся организации дорожного движения, чистоты пляжей и освобождения проездов к морю от незаконных строений. Интенсивность транспортных потоков с наступлением сезона в Анапе увеличивается на 70%. Если зимой в районе Россиянки в сутки проезжает от 8 до 11 тысяч автомобилей, то летом их уже от 20 до 22 тысяч в те же сутки. Глава НАПы обсудил с руководством МВД возможность разгрузить транспортную развязку. Кроме того, обратил внимание на сложные участки в городской черте. Крылова Ленина, вот там вокруг скорой помощи, вот этот пятак, его весь развязать надо. Давайте, когда вы там, сегодня, срочно это надо делать. Никита Федорович, ну, было давно уже поручение, мы проработали, возможные варианты, предложения подготовили. Есть варианты? Да, есть варианты, но их надо обсуждать. Они есть и временные, и есть перспективные, те, которые позволят там на долгое время улучшить дорожную ситуацию. Надо решать с улицы Ленина, с Крылова, на расширение уходить. Ну, что ж это такое узкие? Пионерский проспект. Пионерский проспект, вот сейчас летом как двигаться будем? Уже сегодня, сейчас еще не открылся курортный сезон, но уже есть отдыхающие, но уже проблемы. Уже пробка про пионерский. Срочно надо заняться. И в продолжении дорожной темы Юрий Поляков напомнил о еще одной очень важной автомобильной артерии. И это вопрос очень важен для Анапы. Разгрузите эту дорогу с у всех Анапы, там вправо уходит дорога. Нужно разобраться, чья земля, чтобы увезти дорогу туда, в сторону улицы Мирной, на кладбище. Управлением архитектуры и имущественных отношений дали поручение заняться оформлением земельного участка. Муниципальному контролю определили фронт работ на проходе к морю возле уральских самоцветов и на Большом Утрише. Незаконные строения должны покинуть эти территории. И еще одна тема в рамках подготовки к сезону. Громкая музыка в кафе на улице Горького станет поводом для сбора предпринимателей, владельцев всех подобных заведений. Глава Анапы требует соблюдения федерального закона. В 23 часа должна быть в городе от тишина. Так городские службы готовятся к высокому сезону. Каждый в своем направлении. Анапский торговый центр «Радуга» в районе центрального рынка не прошел пожарную проверку. Эксплуатацию помещения запретила Анапская межрайонная прокуратура. В связи с неустранением нарушений выявлены в ходе проверки Пожнадзора. В результате судебные приставы приостановили деятельность торгового центра. Всех его сотрудников попросили покинуть рабочие места до рассмотрения дела по существу. Будет открыто заседание суда, где будет рассмотрен вопрос об устранении нарушения. Если торговый центр «Радуга» устранила данное нарушение, предписание, которое было вручено пожарными службами руководству торгового центра, то обеспечители меры снимаются и также снимается запрет эксплуатации. Если же они не устранили и это будет выявлено в судебном заседании, то будут приняты соответствующие законные меры. Судебное заседание состоится 24 мая, а пока павильоны торгового центра пустуют. Продавцы временно остались без работы. По словам приставов, все они отнеслись к ситуации с пониманием и покинули рабочие места по первому же требованию. В Благовещенске отремонтировали очистные сооружения, которые обслуживают базы отдыха курортной станицы. Благодаря модернизации удалось не только увеличить объемы очистки сточных вод, но и получить резервные мощности, к которым в будущем смогут подключить и дома местных жителей. Ремонтная работа взяла на себя обслуживающая организация «Кавказстройгазсервис». При поддержке местных властей и Анапского водоканала всю работу удалось провести менее чем за 6 месяцев. Этим очистным сооружением более 30 лет. Все эти годы организации, которая обслуживает объект, удавалось поддерживать его в рабочем состоянии. Однако ветхость оборудования дошла до крайней степени. Было принято решение провести капитальный ремонт технического сооружения. На большую реконструкцию ушло почти полгода работы и 5 миллионов рублей. Сейчас после модернизации это оборудование может отфильтровать 46 тысяч кубометров сточных вод за сезон. Сейчас наметилось, что не только финансовый результат интересует компания, но и социальный эффект, и экологический эффект. Но вот в рамках этой тенденции мы решили все-таки перестать латать, перестать какие-то мелкие, так сказать, ремонты сделать. А сделать серьезные. Один раз и надолго. Полагаем, что мы сейчас как отремонтировали серьезно данные очистные сооружения, так и модернизировали, улучшили их производительность, улучшили качество биологической обработки. Теперь здесь не беспокоиться о вопросах экологии. Модернизация сетей позволит избежать возможных аварий. Сточные воды через насосные станции поступают в специальные резервуары, где под воздействием бактерий происходит очистка. Затем вода хлорируется согласно требуемым нормам и сливается в лиман уже полностью очищенный. Поставили новые задвижки, запорную арматуру, трубопроводы. В результате реконструкции работа очистных сооружений будет надежной и долговременной. Я надеюсь, что эти очистные сооружения также послужат возможности развития поселка Благовещенки. На развитие района рассчитывают и руководители местных баз отдыха. Уже этим летом они планируют принять большее число туристов. Ведь главная проблема – перебои в работе системы водоотведения – решена. Проблемы были с отводом воды, как бы задержки, то, что не успевали очистные, люди добавляются на базы. Ну, надеемся, теперь все будет в порядке. Но самое главное – обновленные очистные позволят решить проблему с водоотведением и для местных жителей. К канализации планируют подключить порядка 6 тысяч домовладений. Работы по прокладке коммуникаций начнут уже этой осенью. Кроме того, в ближайшее время здесь будет установлено оборудование для обработки сточных вод ультрафиолетом, которое полностью позволит отказаться от хлорирования на этапах фильтрации. Руслан Душевский, Анапа, регион. 15 миллионов рублей заплатит анапский предприниматель за незаконное привлечение мигрантов. Такое решение вынес Анапский городской суд. Как уже сообщалось ранее, в ходе совместной операции Федеральной службы безопасности, полиции, а также при содействии анапского казачества, на одной из строек в городе-курорте задержали 16 иностранцев. В суде было доказано, что все они находились на территории России незаконно. Каждый мигрант обойдется застройщику практически в 1 миллион рублей. В общей сложности гражданин Петренко заплатит штраф в 15 миллионов 400 тысяч рублей. Также на каждого незаконного мигранта был наложен штраф в размере 2 тысячи рублей. Впоследствии все они были выдворены за пределы России. О фактах незаконного пребывания иностранных граждан в городе-курорте можно сообщить по телефону доверия Управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Номера телефонов вы видите на экранах. Уже на следующей неделе выпускники анапских школ напишут единый государственный экзамен. В этом году первыми предметами итоговой тестации станут география и информатика. Всего же в Анапе в этом году ЕГЭ сдадут более 790 человек. Как правильно подготовиться к главному экзамену и на что стоит обратить внимание за неделю до него в материале наших корреспондентов. Пишу все слова и словосочетания без пробелов, без запятых, без других дополнительных каких-то знаков. Правильное заполнение бланка – половина успешной сдачи экзамена. Тестовую часть проверяет компьютер. Важно не допустить ни одной помарки. По словам педагогов, школьники начинают готовиться еще с сентября. В течение учебного года они посещают дополнительные занятия и консультируются с репетиторами. Лично я хожу к репетиторам и занимаюсь в школе, дома, самоподготовка, естественно. Но я считаю, что ребенок в первую очередь должен готовиться сам, разбирать сам материал. Ну, я думаю, нужно повторить все, что ты выучил за те годы, которые ты учился в школе. Мне оплачут репетиторов, на которых я хожу. И самостоятельная подготовка, конечно же. В школе нам очень помогают. По словам педагогов, важно уделить внимание и психологической подготовке. Переутомления и излишняя тревожность могут сыграть против выпускника. За неделю до экзамена лучше отложить все электронные устройства, отказаться от соцсетей. Это лишняя информация. Не стоит досконально заучивать книжные тома. Достаточно будет повторить уже изученный материал. Справиться со стрессом хорошо помогают прогулки у моря, занятия на свежем воздухе и здоровый сон. Я детям говорю замечательное упражнение пальминг. Значит, когда в древности говорили о том, что ладони обладают неким магнетическим свойством. Что это значит? Когда у нас что-то болит, мы инстинктивно до сих пор прилагаем ладошку к зубному, допустим, к зубной боли. Либо животик у нас заболел, мы ладонью. И я детей также обучаю. Допустим, ладони, они обладают такой вот силой, которая помогает нам внушить именно через зрительный канал. То есть растереть сильно-сильно ладошки, положить их на наши глазки и визуализировать позитивное разрешение ситуации. 28 мая более 70 анапских старшеклассников напишут свой первый экзамен по географии и информатике. По статистике, самым популярным дополнительным предметом было и остается общество знания. Его выбрали 460 школьников. Всего же в этом году единый государственный экзамен напишут более 790 человек. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа. Регион. Городской форум молодых семей собрал самые дружные и сплоченные семьи Анапского района. В течение трех дней родители вместе с детьми принимали участие в спортивных эстафетах, мастер-классах и творческих конкурсах. Организаторами выступили молодежный центр 21 век и клуб молодых семей «Вера, надежда, любовь». Форум проводится в Анапе второй раз и нацелен на укрепление семейных ценностей, а также реализацию духовного и творческого потенциала участников. Крепкая семья, крепкая страна. Под таким девизом прошел форум молодых семей в Анапе. 60 участников из города и района состязались за звание самой дружной и активной семьи курорта. Форум проходил три дня. Первый день – теоретические занятия. С участниками работали психологи. Во второй семьи приняли участие в спортивных состязаниях. А в третьей проявили свои умения работать в команде на природе возле озера Сукко. По словам организаторов, соревновательный момент хоть и присутствовал, но он далеко не главный. Основная цель форума – укрепление института семьи. Цель – это объединение семей, знакомства новые, это новый опыт, это новые встречи. В итоге самыми активными и оригинальными была признана семья Кузьмук. Решающий вклад в победу принесла прекрасная половина семьи. Мама с дочкой приготовили самое вкусное блюдо, причем подошли к процессу творчески. Так как гости ассоциируются, конечно, с чаем, с пирогом, мы накануне испекли пирог и решили всех жюри угостить вкусным пирогом и позвать к нам в гости. И выучили стих, который мы написали с дочкой сами. Мы семейка высший класс. Вот, послушайте, я расскажу. Мама, папа, я и брат. Вот такой у нас состав. Семья принимала участие в конкурсах полным составом. Младший сын, которому всего 10 месяцев, все три дня также был в гуще событий. По словам Алексея, форум не только помог сплотить их семью, но также и подружиться с единомышленниками. Было интересно пообщаться со всеми ребятами, которые приходили тогда на эти конкурсы. То есть, когда с семьями общаешься, ну, интересно какое-то свое, узнаешь что-то новое от них, от себя отдаешь им нового. В ближайшее время клуб «Вера, Надежда, Любовь» начнет формирование команды для участия уже в краевом слете. В прошлом году анапская команда заняла первое место. Также этим летом анапчане примут участие во Всероссийском форуме молодых семей в Ярославле, где представят Краснодарский край. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-регион. Далее информация о погоде на завтра. Партнер прогноза – фабрика мороженого «Ангария». Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пламбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 23 мая в Анапе ожидается переменная облачность, возможно дожди. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ночью прохладнее, 20 выше ноля. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 17 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ